всем привет вами я battle brothers наш бродяга и действительно мне кажется пора его переименовать немножко так вот как правильно заметили должно быть вернее так у нас 3 хп надо бы наверное полечиться немножко так 2 на сил на ремонт на разборе мы чуть разбираем мы ничего не разбираем зачем нам кто-то на разборе еще и на крафте где тренируйся ну ты на кратку стой на крафте хоть мы ничего не крафтим ну что ты будешь делать нападут я думаю нападут нет не нападают тогда встанем все-таки лагерем так всем привет от юпика вредный кутается потому что скучился так орки возвращаются 200 хп из 300 я думаю нам хватит пока пойдем пока будем идти долечимся еды насобирали повариха конечно генерирует еду со страшной силой так ребяток я прокачаю обязательно но наверное займусь я этим где-нибудь между сериями костяные горы пойдем пойдем наверное куда мы пойдем куда ближе намного пойдем сюда в разбух продаваться посмотрим что там по легендарным по легендарным интересно тут не было чемпионов отсюда вышли вышел отряд идут появились чемпионы двое мне кажется к ним надо заглянуть на огонек пошли посмотрим что у них есть интересного так я вижу двуручный топор который выглядит как обычный но как мы знаем это ничего не значит варлорда нам бы принять а где второй чемпион а так вот живу у него тесак какой-то или меч подозреваю что тесак так вертушки крутить тут смысла немного хотя если этого шот ним давайте попробуем и сразу ему второй удар хлопц всю броню сломали чуть чуть не убили теперь вы нас окружаете и мы начинаем нашу веселую карусель что плохо окружают давайте еще раз вот молодец что подошел на совет вас что-то стесняется так варлорд ушел на совет тоже что-то не 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 очень доволен хотя флажок у него до сих пор еще не осознал что у него все не очень хорошо топор топор отдавай посмотреть хочу о так топор забираем тесак одноручный на урон возможно мы его возьмем так инструментики орковское оружие все дорогое мы уже почти все повыкидывали торф торф какой-то так инструменты сюда тесак тесак сюда и три а я же автолут выключил автолут выключил значит ничего мы не затянем ну и ладно черт с ними или я не выключил а только хотел выключить выключил ли я автолут а по пустому месту понятно что ничто выключил ну и ладно так во первых ну ковпу код берет обои извиняюсь так урон повышенный по броне поменьше и он полегче ну легче нам не сильно важно но урон больше и он покрепче берем его топоры тут не было бафа на урон насколько я видел 90 120 40 160 40 160 этот щит лучше разбивает но куда уж лучше а и он легче ну кстати из-за того что он сильно легче может быть он подойдет кому-то другому еще взять урон то все равно овер дофига но когда он весит 18 не 32 34 даже возможно его поднимет кто-нибудь более смертный чем наш в риту хард так эти ребята мне не интересны по причине того что у них нет чемпиона это болото это болото а раз уж мы тут идем гуляем опа опа почти в упор я вот здесь еще не видел город орков как это работает он в лесу да он в лесу написано вот снизу то есть чтобы проверить все леса надо вообще их вот так вот исходить раз два три четыре четыре чемпиона четыре чемпиона но это надо идти с местом уже проблемы но что делать пошли спросим как у них дела очень много орков воинов это наверное много инструментов из разбитых броников у меня правда наверное так там перебор мы столько не чинимся сколько разламываем броников я так привык что выходить на такую толпу орков это как бы само собой разумеющееся что боюсь следующие мои прохождения я буду от этого страдать получая от них заслуженно по шапке давайте побесимся немножко с прыжочками с прыжочками ворки к сожалению иммунны к оглушению кроме молодых ну ладно окружайте я еще столбом подперся с одной стороны и для меня наверное это не очень хорошо лучше оставлять те свободные места он молодой взял да попал чем больше меня окружают тем больше наношу урона а штрафов от окружения я не имею никаких я вижу тисак вот у них вон топор а нет столбом я не прикрылся ну и хорошо минус 4 просто на ровном месте вот устраивает дебош пока я не могу ему ничем помешать наглая скотиняка аж пролагивает когда я делаю круговой удар так к варлорду бы пробиваться наверное чтобы он на меня не кричал то несмотря мои там 200-300 сколько у меня резовывало почти 300 у него все равно есть шанс меня запугать и тогда меня забьют а кстати вот отличный момент нужно подвинуться и с вейта второй удар здесь сделать мудрорк ты бы лучше сюда не шел смотри какая жесть тут происходит уже и варлорд полег но еще есть мотивированные ребята тяжелых броников и некоторые менее мотивированные давай окружай молодой орк не послушался это денежки за чемпионов капают это приятно Неугомонный. Жесть. 18 тысяч урона просто за здрасте. Так, одноручный топор. Очень красивый для орков. По урону фигня. Исак. Урона опять не дали. Три щита. На этом все. Еще и самоцветы. Так, ну-ка, фу. Прямо на секундочку. И я снова с вами. Так. Берем самоцветы, уники, инструменты. И получается вот это все выкладываем. Надо ли мне столько инструментов? Я думаю, нет. Все, место кончилось. Урковские шлемы. Как мега тяжелые. Правда, куда мне? У меня один шлем собран. Через урковский как раз. Для какого-нибудь мега тяжа. Вот этот самый крепкий. Все. Очень удачно зашли. Даже не знаю, ставить ли что-то на ремонт. Ну, уники надо поставить. В любом случае. Так, а тут мы уже даже ходили недалеко. Можно выше пройтись, можно ниже. Пошли выше, пройдемся, посмотрим. У тебя уже все забито. Жадность, жадность. Вкладывать буквально некуда, нечего. Болота, следы чьи-то. Восемь троллей. Восемь троллей. Зачем мне восемь троллей? Просто так? Профита никакого. Я думаю, болото кончилось. Оно не кончилось. Оно не кончилось. Девять варваров. Каких-то очень начальных. Убежище варваров. Один избранный. Ни одного чемпиона. Ну, в принципе, тут может быть уник. В принципе. В принципе, варвары. Но там, правда, много чемпионов было. Неплохо мне напихали. Стоит ли недалеченным лезть? Ну, пошлите. Сейчас мы попробуем по-быстренькому до укоротителей проскочить. Тогда должно быть повеселее. Так. Как до них проскочить? Через рапиру? Да. Блин, неправильно прыгнул. Он был сюда, сюда. Ну, хотя еще неправильно. Я могу уж в упор подойти. Ну, или отсюда прыгнуть на следующем ходу. Отсюда вроде норм. Адреналин никто не жал, кажется. Тут вот трачу два очка действия. Здравствуйте! Начался второй ход. Только что начался. Варвары побежали вперед. Не успели моргнуть. Я уже проскочил им задний ряд и вырезал задний ряд. Они такие смотрят, нет никого. В смысле? А где все? А я в барабанщика стою. Ай! Щепи получаю от барабанщика. Может, я зря легкомысленно пропустил ход? Надо было за адреналинеца. Точно надо было за адреналинеца, потому что надо было за адреналинеца с парированием. Лучше надо было. Хотя на парировании у меня не было никак. А, ну с адреналиной как раз. Адреналин и парирование. Да, вот это надо было сделать. Ща мне у Вивелмов навешают. А че-то они не у всех. Тут есть продвинутый варвар, а есть совсем начальный. ой-ой-ой-ой-ой. Ну че делаете, хулиганы? Уже шесть подавления накидали. Значит, я сейчас ни в кого не хотя подожди, 95% на попадание. Че-то у вас с подавлением не то. И тут вопрос, топор или парирование? Вообще парирование убьет больше, потому что они еще друг с другом местами меняются и бьют. Ну давайте уста поршем, а зря такой хороший топор у орков отобрали. Не хватит переключить обратно и в репост встать, к сожалению. Да, подождем, может подойдут. А, там еще тролли. там же еще тролли. Нифига себе. Он пережил удар топором. Я хотел просто барабанщика заодно подключить. Чтобы он тут не стучал. здрасте. 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 тролли вроде бы там что-то друг другу или они массухами беляют друг друга не не били то есть они оба ко все ко мне на так топор броню ломать а потом тесак оторвать хп а второй подойдет так броню отбили сколько тесак снесет хп насколько я топором кстати бил броню на 300 на 104 на 105 на 104 по хп а тесак сто восемьдесят шесть двести сорок два удара почти умер тролль точнее ум ходит ну-ка если по полному хп вторым ударом врезать тесака двести в броню ушло еще 90 так броня слабовато тут одинаково что так по броню что так но вот когда они остаются без брони удары просто адовые с тесака когда они еще с броней топор поинтереснее все-таки наносит топор один удар так инструментов у меня вроде максимум еда шкуры никакого те уника ложки 300 крон шкуры тролляк подожди какой хлеб еда есть можно взять получше ладно для разнообразия варвары очень неплохо то я уже соскучился особенно надоели конечно гоблины так я вот пришел туда ли я иду есть ли у вас засады на торговых путях очень интересно узнать нету к сожалению ну постоим лагерем сыграем все я выиграю так пришло время выдвигаться что с ценами скажите цены такие себе можно в другом месте продаться кузнецов у вас нет случайно говорят нету к северу отсюда день пути в принципе мне по пути с другой стороны мне не сильно интересно вот легендарный контракт это да надо где то продать все по выгодному курсу в крепостях более менее выгодно ну пошли везде пройдемся тут таксидермист к тому же есть можно посмотреть кстати можно посмотреть я могу кроме накидочки из белых волков вроде бы и шлем а подожди не могу кузнец нужен да там на шлем хорошая накидочка еще но нужен кузнец нет у вас кузнеца это что прачка прачку нам не надо да контракт легендарный вижу я цены очень плохие все меня теперь не любят блин барвар вот это деньги на тенбург шесть дней на тенбург шесть дней так куда то а вон куда вот так вот так ну как мы знаем в этом контракте все пойдут в бои если мы его возьмем стоит ли его брать кстати у меня все и прокачаны почти вальтер отличный скилл есть разум над телом вот сколько 15 25 30 20 выносливости тратят скиллы а вот если так 13 21 25 ну снизил но не так что прям мега сильно на 18 процентов на 18 процентов то есть за каждую единицу свыше 60 он накидывает 1 процент чем не 19 а 18 мне насчитал ну ладно некорректное по русски написание может быть на английском более корректное просто просто если бы он скидал 18 единиц усталости а не процентов это была бы имба из имбы а так это тоже хорошо но не так чтобы прям уж мега круто хотел между сериями прокачаться потому что вы все это перематываете и вам мои рассуждения вслух не особо кому-то заинтересны выносливость взять или хпшку а он у нас не он у нас средняя броня если мы вообще его прокачаем когда-нибудь потому что у него много скиллов сержантских и так траж короля траж короля я подумал тут есть два варианта нимбл или тяж я подумал что тяж ему подойдет он сейчас довольно тяжело одет выносливость у него не так уж плохо он не прокачан вообще мы его подкачаем 60 то выносливость у него будет так что во первых книжка я же тебе вроде учил ты ее забыл когда конвертировался так что еще что еще кстати а у тебя есть у него есть разум над телом может ему вкачать силу воли и разум над телом у него мало выносливости а так ее будет больше меньше тратить на скиллы слушайте это неплохая мысль и вот вкачать плюс попадание по массовым а вот урон по площади да слушать мне кажется это неплохо стакается только что сначала сначала наверное выносливость на массовой атаке а потом уже попадание и урон то есть давай так давай вот так по мастерству потянешь ли ты топор вот этот у меня и место в инвентаре нет купите торф хотя бы дурацкий место надо так так а где вот 62 и выносливости астопором 58 мега урон раскрутка 40 выносливости живет или 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 вот этот меч 70 выносливости сразу меньше урона зато массовые атаки не вокруг себя а по троим или во второй ряд нет блин вот не знаю блин вот не знаю что топор будет запасным вариантом хотя но его бы одеть надо еще тяжелее он топор тянет на его еще одеть хотя мы его еще и не качали у него больше выносливости будет ему наверное хватит давай меч меч более удобно в строю использовать все таки чем топор так берсерк или горемыка давай в урон сначала так один навык а блин батл форж у нас на батл форж что не хватает обидно разум над телом двенадцать двадцать три десять двадцать слушайте он и при обычном ударе он еще будет отдыхать заход блин одного лапа не хватило до батл форжа и может быть ему дать мою броню этот мега тяжелый комплектик ты потянешь его тридцать девять блин немножко перевесик надо будет пересобрать шлем пересобрать но явно не сейчас я буду этим заниматься подожди а может я его прокачаю и он потянет атаку защиту всегда и выносливость подбираем среди прочих равных атаку защиту всегда и выносливость атаку защиту и выносливость атаку защиту кстати решимость это теперь тоже выносливость блин хп-шку тоже бы конечно подкинуть было бы неплохо атаку защиту выносливость атаку защиту выносливость слушайте у него в мега тяжелой броне 58 усталости так он еще при ударе этим мечом отдыхать будет надо как-нибудь вот так 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 ты ты вообще не знаешь что такое тебе главное не умереть уточнить еще раз кто не перемотал этот момент мне он должен быть живым чтобы работал вроде бы он должен быть живым чтобы работал спутник этот с ним связанный или я могу его выкинуть нафиг этого бесполезного парня это явно нимбл что-то а что это нимбл ну додж возьми а возьми у него нету он книжку взял и все ну что давайте рискнем мега контрактища главное главное знаете что главное главное что я не могу оказывается стать лагерем а раньше мог главное если все пойдет плохо надо своих ребят отвести черт с ним с караваном и заданием нами тут и так не сильно довольны главное чтобы выжили мои ребята так тут как у вас дела тут еще два контракта легендарных и тоже наверное варвара возить да что с ценами цены плохие везде плохие цены мы столько качали хорошие отношения и цены чтобы теперь они везде были плохие на севере обидно так что это орки и гоблинг да кризис деленокожих мало мне было разборок с гоблинами теперь они будут вместе с орками я их только что столько вырезал а теперь кризис зеленокожих начинается надеюсь у них будет много чемпионов много чемпионов много уников тяжеленных которые наш опустошитель может таскать а че все никто варваров кто-то отогнал которые должны были на меня напасть или на меня нападут возле пункта назначения это явно 9 разбойников это явно не наш вариант подождите а я еще хотел всех вытащить или не надо их вытаскивать не надо наверно их вытаскивать если их вытянут то вытянут в бой в смысле надо было тормознуть в деревеньке посмотреть как там дела там меня любят вроде бы там должен быть ценный норм ну здесь вряд ли на меня нападут варвары в южных-то землях а мы уже приехали да публичная казнь у них теперь и праздник изи бабки это называется а че с ценами при таких праздниках о ну кстати более менее ну не так как при не так как при скажите мне при засадах на торговых путях вопрос продавать здесь или не надо или в южные города смотаться раз уж мы практически на юге на рынке была шапка кожаная я тут подумал что мне же нужно себе-то комплект собирать через эту шапку хоть тяжелый хоть легкий чтобы маску не навешивать так что надо шапку взять вот эту штуку тоже надо бы взять благо 120 тысяч денег пошли найдем выгодные цены все-таки мы тут уже на югах заодно посмотрим людей подожди это город или крепость это крепость я то думал сейчас нам набьют морды всем а че то вы все вы лапнулись один девятый только что второй был чего а сколько нам опыта дали за этот караван нифига себе так мы прокачались и оравой но это я точно между сериями буду дальше прокачивать всех так доярка собаковод дезертир ты нам не подходишь работник по металлу я думаю можно отметить такую поездочку что-то 11 тысяч стоит что-то 3 900 я наверное переплатил не слабо нет 10 тысяч она стоит цены такие себе пошли в южные города там нас не то чтобы любили но цены там всегда были приятные в одном из трех городов так точно так а такое себе такое себе грабитель это что такое это имя это чемпион а по картинке судя это чемпион палач да ну конечно да да это чемпион чемпион с молотком это интересно талибе имеет еще талибы акбар талибы акбары грабители со стока у него прыгнуть вот сюда за попаду и все на этом прыжки закончится на топор тут тоже как-то не очень можно в этого прыгнуть потом в этого так и поскачем к бару можно еще отвесить ой 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 блин вы так стали неудобно что я дальше не могу попрыгать ой минус голова а у тебя маска не как у ассасина была вот эта серенькая хотите топор покажу вам такой красивый топор смотрите орков достал недорого клёвая вещь кажись заценили давайте побросайте камушки да 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 только не разбегаетесь далеко нифига взял еще и попал я думаю рапиру достать а у него у тебя еще или загоралась у него смерть на девять жизней сработала неважно так молоток великолепный мучитель прочность 167 нифига себе на урон не прокнула не на что повреждение щита и умение на единицу меньше ну и прочность на такой себе молоток но вообще как молоток пойдет так из этих броников кстати мне место то есть нету мы ничего не съели этих броников возможно что-то полезное можно будет снять кстати это гладиаторский броник то а шапку я сломал да к сожалению танцующего с клинком ладно а вы чё шестер и вас даже нету чемпиона чего вообще хотите казни и ужасы это значит что что цены плохие очень можно кстати до сандорфа доплыть оттуда ну тут тоже блин не очень-то близко пошли в каракан на ремонт надо поставить кстати молоток то так и где-то между сериями после этой серии я постараюсь разобраться с прокачкой и с инвентарем ну тут все просто наверное между сериями подкачаю всех а потом вам просто покажу что сделал что получилось или кому-то тут интересны мои долгие рассуждения что сделать блин вот что такое не везет и как с этим бороться цены плохие продажа ничего нет люди я кстати не посмотрел в том городе людей ничего интересного и нет шлиф третий город может тут не будут напуганными ты будут напуганы и придется делать квесты дебафы я бы не хотел байт живой мираж тушки чемпион слышь ты иди сюда где сюда я только поговорить я только поговорить это танцующий склингс уже оставь шапку а я хочу шка шапку у него дикая чем вот их бить это паромом срубаю нафиг все шапки хотя я с хэдхантером своим всем срубаю шапки кровотечение может пускать или на холм с топором встать или в репосте надо было ну отлично что подошли ребята мне кажется им взгрустнулась все шапки разломал вот у этого осталось у него самое неинтересное как дела понятно ты у нас парень упертый значит да так броник кольчужка что ли золотая или плащик таинственная льняная туника судя по характеристикам ничего интересного так это последняя еда у меня осталась да ну да гордо хватит должно хватить всякий тлинд вур мы еще набегут да дайте мне спокойно продать награбленный кстати я из пустоши откуда откуда-то отсюда в начале серии пошел вон туда чтобы побыстрее продать награбленное вместо того чтобы пойти сюда два варианта было наверх или вниз в итоге я пришел сюда и мы побошли по периметру вообще весь белый свет и пришли вот сюда надо было сразу сюда идти еда кончается так ну тут хорошие деньги на дерево как минимум да и на все остальное нормальные хватит уже выискивать копейки дороже номинала это уже выгодно так насчет уников посмотрим возможно мы их тоже по продаем что-то их больно дофига так вопрос тут кузнецы не водятся ладно тогда на этом мы будем завершать сегодняшнюю серию так м-м-м-м-м-м-м-м-м-м м-м-м-м-м-м между сериями посмотрю что из этих ребят получается наверное прокачаю чтобы не тратить время в сериях и со снарягой постараюсь разобраться пересобрать всем броники оптимально с того что есть вот вроде неплохая серия если таки каравана водить вот это мега прокачка конечно я и не знал что столько опыта наваливают причем даже тем кто в палаточке то в бой не собирался идти как мы знаем их все равно бы затащила при нападении на караван но тем не менее ладно спасибо всем что смотрели всем удачи всем пока